всех приветствую на своем канале в этом видео мне хотелось бы вам рассказать что такое xiaomi cloud облачный диск от производителя xiaomi что он из себя представляет и как правильно им пользоваться ни для кого не секрет что любой смартфон от производителя xiaomi он работает на операционной системе android что это нам дает в любом случае для того чтобы зайти в систему и полноценно ею пользоваться нам нужно войти в свой google аккаунт или же создать его с нуля аккаунт google он в принципе точно также создает бэкап и имеет возможность создать бэкап в своем облаке и тем самым сохранить ваши данные вернемся к теме нашего видео изюминка самого xiaomi cloud в том что это облако дает нам еще некоторые возможности дополнительные которые недоступны например в google аккаунте если мы сейчас сравним те данные которые синхронизируют и делает резервную копию google аккаунт и xiaomi аккаунт то вы увидите разницу что вот заходим резервное копирование google аккаунта и вы можете видеть что у нас идет резервирование данные приложений журналы звонков контакты настройки устройств и sms сообщения вот где журналы звонков мы можем видеть только резервную копию о датах и адресатах входящих и исходящих звонков контакты само собой разумеется что полностью контакт сохраняется настройки устройств входят пароли сетей вай-фай и еще некоторые данные sms сообщения входят ну в основном sms ммс сообщения а теперь давайте пройдем сяоми аккаунт и посмотрим что сяоми нам предлагает забэкапить итак ну галерея в google аккаунте также сохраняются данные сообщения сохраняются контакты сохраняются журналы вызовов сохраняются но вот смотрите есть вот такой нюанс после журнала вызову идут пункты диктофон заметки вай-фай календарь браузер вот например пункта диктофон в google аккаунте нет а здесь этот пункт позволяет записывать в облако ваши записи разговоров с кем-либо то есть исходящие входящие звонки если вы выставили функцию записи вот эти данные всегда сохраняются в вашем сяоми сяоми облаке вот и у вас в любое время есть доступ к этим записям иногда вот есть такие моменты что действительно нужно повторно прослушать какой-либо разговор для того чтобы освежить данные ну всякое бывает забыли вот не дослушали поэтому вот это я считаю очень полезная функция любому пользователю сяоми клауда производитель дает 5 гигабайт свободного места в интернете но это на один аккаунт если вы будете делать бэкап ваших фотографий которые вы делаете на телефон то вот это место уже давно закончилась бы поэтому логично логично эту функцию отключить в сяоми клауде потому как в google аккаунте она уже активирована у вас и в любом случае фотографии пойдут в резервную копию google аккаунта сообщение можно включить контакты можно включить журнал вызова включить диктофон включить все остальное в принципе по желанию но я бы его включил ну кроме браузера хотя можно и браузер включить данных тут уходит немного вот основные основное место на сяоми клауде занимает галереи и резервная копия вашего устройства рабочего стола но я ее оставляю потому что вот видите почти 2 гигабайта место занимает резервная копия рабочего стола в принципе это так так сказать бэкап для восстановления вашего телефона и так как я любитель вообще всех устройств сяоми довольно таки удачные устройства у них получаются последнее время вот я в принципе оставляю функцию эту включенной вот потому что ну сяоми это по аналогии как с apple вот они полностью сейчас делают сервер по аналогии вот они очень даже похожи вот то же самое как поиск устройства вот можно найти телефон то есть можно удаленно получить доступ к устройству можно удаленно стереть устройство или восстановить его вот то есть действительно сяоми сейчас выходит на такой уровень как apple вот но он рассчитан на свой сегмент поэтому это аппарат сяоми и я в принципе считаю что резервная копия должна делаться именно сяоми клаудом для того чтобы в случае чего корректно потом восстановить данный смартфон с сохранением всех там приложений данных приложений настроек там журналы вызовы ну все 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 единственное что ну я я же говорю я отключаю галерею для того чтобы она не забивала место на сяоми клауд и вот смотрите если разделить вот по сегментам вот эту полоску которая определяет место все место на на облаке то ну вот смотрите сколько места занимает диктофон почти полтора гигабайта и я вам скажу что несколько раз я уже возвращался к этим записям мне эта функция очень помогла поэтому советую пользователям сяоми смартфонов советую вам делать точно также разделить значит бэкапы что-то бросить на google аккаунт а это галерея там вашу музыку можете какую-то кинуть то что много занимает место все остальное то что касается бэкап устройства бэкап диктофона бэкап контактов вызовов и всех настроек всех-всех остальных я советую оставить его на сяоми клауде вот собственно для этого было снято это видео чтобы показать разницу и использовать это бесплатное место на которое нам дают производители google и сяоми рационально и ну как бы чтоб все у вас было хорошо надеюсь кому-то было полезно данное видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на мой канал всем пока